Привет, друзья! Это снова я, Вадим Бухкалов. Мне 52 годика, у меня семеро детей. Всю свою создательную жизнь я занимаюсь предпринимательством. Родом я из Украины, когда-то был в топ-200 самых богатых предпринимателей Украины. Потом обанкротился, 10 лет назад переехал в Таиланд. И уже здесь, в Таиланде, занимаюсь бизнесом. Основной бизнес – это недвижимость. Мы строим кондоминиумы, виллы. Сегодняшнее видео про must-have книги, которые я сам прочитал. Must-have для всех сотрудников компании, которых мы нанимаем на работу. И вот я сегодня с вами поделюсь этими книгами. Вообще, я вам расскажу. Я на самом деле очень поздно начал учиться после того, как обанкротился. В 2008 году мне было уже 38 лет. И я уже чувствовал себя мультимиллионером. У меня были проекты. Один на 150 миллионов долларов, второй тоже. Больше 100 миллионов долларов. И я думал, что уже все. Я убога за пазухой. Я такой самородок, такой умный. И все. Сейчас еще вот эти два проекта реализую. И можно идти на пенсию. Каких-то пару сотен миллионов долларов, чтобы было на пенсии нормально, спокойно жить. Но жизнь повернулась ко мне правильной стороной. И сказала, малыш, давай-ка ты погоди пока. И вот тогда я начал резко понимать, что у меня не хватает образования, что мне нужно больше читать, что я самоучка и что мне просто повезло. И я начал много читать. Читать таких книг, которые я считал мне полезны. То есть, это я уже взрослым мальчиком был, да, там 38-40. До 40 лет я практически не читал книг, чтобы вы понимали. И это плохой пример. Не берите с меня пример. Книги надо читать. По моему мнению, их нужно читать осознанно и рефлексировать всегда. Всегда применять их на себя. А чему меня научила та или иная книга, та или иная глава что-то там записывать и применять это все в жизни. Давайте так, ребята. Буду говорить книги и буду говорить какие-то главные мысли из этих книг, почему они мне понравились. А вы уж там сами себе ставьте приоритеты. Вот одна из первых книг, которые я начал читать, это был «Транссерфинг реальности». Вообще, это книга о том, что мир дуален, есть мир энергетический и есть мир физический. И что мысль – это энергия и мысли материальные. На самом деле, если вы осознанно подумаете об этом, то это легко доказуемо. Все, что мы видим вокруг, машину, дом, не знаю, мотобайк здесь или что бы то ни было, сначала же придумал кто-то, а потом это что-то появилось в реальной жизни и мы этим прекрасно пользуемся. Поэтому, как бы, это очевидно, что мысли материализуются. Ну и эта книга вообще учит о том, как материализовать свои мысли. Она как такой учебник. Главная мысль из этой книги – как выбрать цель, там цель, цели и двери. Есть там такая глава, такая целая книга про цели и двери. Прочитав это, вы поймете, как выбирать правильность, свою цель. И она вас этому научит. Ну там еще много всего, поэтому обязательно прочитайте. Смотрите, вот вторая книга – это вообще интересная история. Я когда прилетел в Таиланд, вот просто сам с собой думал, ну думаю, ну я предприниматель всю свою сознательную жизнь. И чего я хочу вообще от этой жизни? И я думаю, ну как бы было у меня капитализация. Меня оценивали вот эти всякие разные журналы, аналитики где-то там в 50 миллионов долларов. И я сам себя оценивал в этот момент в 50 миллионов долларов активы свои, если все продать. Но потом обанкротился. И потом, когда прилетел уже в Таиланд, думаю, а что я хочу вообще от этой жизни? А каких я хочу результатов добиться? Я решил, что я хочу в капитализацию миллиард долларов. Ну такое вот, да, там мечта предпринимателя, да, такая амбициозного предпринимателя. Мечта, вот амбициозная цель, там капитализация компании в миллиард долларов. А как это сделать? Ну и вот банально, но я вам скажу, как я начал искать информацию о том, как создать компанию в миллиард долларов. И эту информацию я тупо забил в Google, честное слово говорю. Я просто написал, как создать компанию в миллиард долларов в Google, запрос такой. И что вы думаете, выпали книги? Первая, как сейчас помню, выпала от нуля до миллиарда. Есть такая книга Тони Шейна, и я ее тоже всем рекомендую прочитать. Она есть в этом списке. Но и также была книга «От хорошего к великому». От «К». Она тоже была вторая там или какая-то. И вот это была одна из первых книг в моем похождении компании с капитализацией в миллиард долларов. Вот «От хорошего к великому» – это Джим Коллинз. Это вообще ученый, профессор и человек, который всю жизнь свою исследует разные всякие корпорации. И находит схожести какие-то. Почему одни компании умирают, а вторые становятся великими. И вот это вот исследование, которое классно очень описано в его книгах. Ну и скажем там «От хорошего к великому» – это конкретное тоже учебное пособие о том, как создать великую компанию. Как они создаются, как они там умирают и какие принципы должны быть. И вот в этой книге один из таких ключевых принципов – это тоже команда. «Сначала кто, потом что» – это, наверное, такая ключевая мысль этой книги. Хотя они все там ключевые. Поэтому рекомендую прочитать. Третья книга – это вообще должна быть настольная у каждого предпринимателя. И эта книга должна… Я ее тоже несколько раз перечитывал. И она всегда мотивирует, и она всегда помогает в каких-то там ситуациях, когда ты не понимаешь, что тебе дальше делать. Значит, это Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Ребята, кстати, кто прочитал эту книгу, обязательно, или вообще какую-то из этих книг, обязательно ставим лайки, пишем комментарии. Что вам понравилось в этих книгах? Что вы рекомендуете сделать начинающим предпринимателям? Или не только начинающим? «Семь навыков высокоэффективных людей». Там на самом деле все. Там каждый абзац, каждая страница – они крутые. Но вот то, что сейчас вспомнилось, и я прям сделал это задание. Когда что-то начинаете, начинайте, видя конечную цель. Там такое задание. Вот человек отличается осознанностью от всех животных и правом выбора. И вот жутковатое задание, но оно очень крутое, очень сильно отрезвляет. Вот представьте себе, закройте глаза, сядьте где-то в очень тихом месте. Представьте себе, что вы идете, и чьи-то похороны происходят. И вы подходите, вы стоите, смотрите. Там говорят какие-то близкие покойного, там близкая семья, друзья говорят, там дети говорят. И все что-то говорят усопшему. И вы подходите, и вы видите, что в этом гробу это вы. И вот представьте себе, что бы вы хотели услышать на своих похоронах. Вот начиная какое-то дело, вот задумайтесь об этом. Это так жутковато, но это так трезвит. Я прям написал, и частенько, вот уже это там лет 10, наверное, назад я написал здесь, на Пхукете. Долго думал, долго писал, написал. Когда ты это перечитываешь периодически, то это сильно отрезвляет. То есть, вот, наверное, главная мысль Стивена Кови. На самом деле, там еще раз, там много главных мыслей. И эта книга бестселлеры, который обязан прочитать каждый предприниматель. И даже, наверное, не только предприниматель, а просто любой человек, чтобы быть более эффективным в своих делах. Ну, кстати, сейчас с нынешним обменом информации вообще нет проблем в информации, скажем так. Вы можете найти все, что вам надо, не только в книгах. Вы можете найти любые обзоры любых книг в Ютьюбе. И затем вы можете смотреть мой канал. Я буду делиться с вами практическим опытом своего 32-летнего стажа предпринимательства. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, мотивируйте. И если вам нравится подобный контент, то я буду с вами делиться. И буду вам в режиме лайв показывать о всех своих достижениях. Следующая книга, с которой я хотел бы с вами поделиться, которая так бодрит. «Магия утра». У нас у всех ограничены ресурсы. То есть, есть ресурсы деньги, есть ресурсы люди. Время, внимание – это тоже ресурсы. И энергия – это тоже ресурс. Так вот, «Магия утра» – это такая крутая книга, бодрящая на тему того, где мы можем взять много энергии. И вот там тоже технология описывается о том, если рано вставать, то как много у вас будет энергии, которой вам будет хватать на все. И времени добавится, которого вам будет хватать на все. Вот такая мысль. Еще классная книга «От нуля до миллиарда». Вот когда я там пытался найти информацию о том, как создать компанию в миллиард, то это вот тоже пошаговая инструкция на опыте основателя запас компании. Сейчас эту компанию купил Амазон. Он давно уже ее купил. За, дай бог памяти, в 2008 году, с 2000 по 2008 год запас создали и продали за 1,3, по-моему, миллиарда долларов. Так вот, основатель этой компании написал эту книгу со всеми своими приключениями. Как он ее создавал, как он делал культуру, почему важна корпоративная культура, как на этом строится бренд, как на этом строится капитализация. Вот прям пошаговая инструкция. К сожалению, это уже такая новейшая информация. Тони Шейн по каким-то причинам, я не знаю, по каким покончил с собой, по-моему, в прошлом году, будучи миллиардером. Что-то там пошло, видать, не так у него в жизни. Но это не отменяет его книги и его заслуг вот в той компании, которую он создал, и в той культуре, которую он описал, как создавать культуру компании. Наверное, еще одна из книг, которые там зацепили меня, это «Монах, который продал свой Феррари». Но нет. Я вам скажу, ребята, ну, как бы это тоже классная книга. Ну, вот я сейчас подумал, что лучше, наверное, прочитайте книгу «Скрам». Во-первых, вы узнаете о технологии управления большими IT-компаниями, и не только IT вообще, то есть технологии эффективного управления, другими словами, «Скрам». Это маленькая, но очень интересная книженция о том, как человек создал систему эффективного управления, и как он ее применял там и в каких-то там военных делах, там, и в построении IT-шных компаний, и в правительстве США, и так далее. В общем, прочитайте. Сейчас большинство компаний мирового уровня, IT-шных компаний, используют эту технологию. Поэтому это такая тоже must-have книжечка. Ну, там, например, есть такая цитата «Лучше не начинать что-то делать, если вы не доделываете этого». То есть дела нужно доделывать до конца. Ну, то есть, как бы, вроде как бы понятно, вроде банально, но мы часто очень начинаем что-то, не доделываем, бросаем и тратим на это свои ресурсы, и время, и деньги, и все это остается в мусорнике. Как, знаете, там есть поговорка такая, пропасть нельзя перепрыгнуть на 90%, ее нужно перепрыгивать на 100%, точно так же и с делами. Нужно доделывать их на 100% до конца. Но самое главное, ребята, вы должны понимать, что все книги – это всего лишь информация, которую нужно использовать на практике. Я знаю людей, которые прочитали тысячи книг, но авозы ныне там. Они либо бездельничают, либо где-то работают на какой-то работе тяжелой и мечтают о каких-то лучших временах, о том, чтобы стать предпринимателем. Поэтому очень важно читать книги и применять эти книги в реальной жизни. То есть, как бы информацию из этих книг в реальной жизни. Тогда будет толк какой-то. Ну и, ребята, если вам понравилось это видео, то обязательно посмотрите вот ролик, вот здесь вот, который высветится где-то здесь, прямо сейчас.